Я из города Оренбурга, Россия. Я по образованию врач, все верно, Константин отметил, закончила в 2007 году нашу Оренбургскую медицинскую академию. Направление медицины – это профилактическая медицина, то есть в основном то, что связано с профилактикой заболеваний, в частности, нутрицептикой. Поэтому есть опыт именно в данном направлении, в биологически активных добавках, и, в частности, сегодня у нас пойдет речь о таком замечательном грибе, как гонодерма. Я еще назвала его «Сокровище императоров». Почему это так, мы тоже сегодня с вами узнаем. С вашего позволения, я сейчас закрою окно чата, чтобы и вам тоже рекомендую, чтобы вам было видно слайды лучше. Поэтому, если будут какие-то вопросы, вы их пишите, но я отвечу на них в конце, чтобы не отвлекаться. И мы сейчас приступаем. Сейчас я все выключу. Лишнее мешающее. Что же нас ждет сегодня на презентации? Сегодня я расскажу вам, что же такое гриб гонодерма, истории развития, тайные мифы, которые витают вокруг этого таинственного гриба. Рассмотрим химический состав, свойства, современные тенденции. И, естественно, та продукция, которая содержит данный гриб, что это за продукция и почему эта продукция настолько хороша. Что же такое гонодерма? Гонодерма – это гриб класса безидемиоциты семейства гонодермовые. Название растения связано с тем, что поверхность шляпки и ножки покрыта довольно яркой каштаново-бурной, бурой блестящей коркой. На слайде вы видите данный гриб. Наверняка вы его уже все видели. То есть гриб достаточно необычный и очень красивый. Это растение в Китае называется сокровище императоров, божественной травой и даром силы. Собственно, так и переводится линджи. Латинское название у данного гриба – это гонодерма люсидум, в японской – монентаке, английской – рейши, китайской – линджи или линчи, в вьетнамской – лингзи и русская – тутовик, лакированный или священный гриб. То есть наверняка вы слышали ранее эти названия отдельно, но возможно не догадывались, что речь идет об одном и том же грибе. Данный гриб широко распространен и в Европе, в Азии, Северной Африке, Северной Америке. Встречается в смешанных лесах на отмершей древесине, клёна, ольхи, березы, тополя и дуба. То есть если мы привыкли вообще в принципе, что грибы растут у нас на земле, в основном то данный гриб имеет особенности жить именно на древесине, причем отмерших деревьев. Также встречается гонодерма в Алтае, растет на усыпающих из сухих стволах лиственницы. Найти рейши в принципе в дикой природе – это большая удача. Все из-за того, что спор у этого гриба очень шероховатый и жесткий, и они цепляются коре дерева. Однако значительными целебными свойствами обладает только гонодерм, растущий на стволах плодовых деревьев. Это вот такая особенность, особенно диких слив, так как прорасти могут только в определенной температуре и на дикой сливе. Причем, как утверждал знаменитый врач Ибн Сина, из 10 тысяч диких слив только на 10 приживается рейши. То есть достаточно такой привередливый гриб. История применения линджи человеком восходит ко второму тысячелетию до нашей эры, то есть об этом грибе известно уже более 4 тысяч лет. Гонодерма – один из наиболее известных лекарственных грибов, использованных восточной медицине и по сей день. С популяризацией восточной медицины в Америке, в Европе, гонодерма стала широко известна по своему китайскому имени линджи или японской огласовки рейши. Одно из первых упоминаний о нем содержится в труде китайского императора Шэнь Нуан Бэнь Цао. В нем описано 365 трав, разделенные на три категории – превосходные, достойные и справедливые. Превосходные – это лекарства называют растения бога, а не для молодости и долговечности. Это лекарства легендарных волшебников. Средние лекарства определяют как тонизирующим. В справедливую категорию вошли травы и грибы, имеющие свойство лечить определенные заболевания. В числе превосходнейших лекарств, внесенных в список, в тексте рейши стояла под номером один. Ну и знаменитый женьшень стоит на втором месте. В древних лечебниках указывают, что гонодерма имеет одновременно горький, сладкий, остро-соленый и кислый вкус. Этим пяти оттенкам вкуса соответствует пять внутренних органов человека – это сердце, почки, печень, легкие селезенка. Ван Чан, философ, живший в первом веке нашей эры, определяет линчжи как растения, повышающие духовные возможности и излечивающие телесные недуги. То есть вот такие свойства, свойственные нашему гонодерме. Есть еще очень замечательная легенда о рейше. Одна трогательная древняя японская легенда о скромной деревенской девушке Фулинь, славящей своей красотой, умом и трудолюбием. Но никто не хотел жениться на данной девушке, несмотря на то, что она рула красавица, она была очень бедна и не имела даже пары добрых сандалий. И вот однажды Фулинь приснился сон, будто к ней спустился с неба прекрасный юноша на белоснежных крыльях. Красавец сказал девушке, что если она будет исправно поливать старое сухое дерево дикой сливы, то, что стоит на перевале в двух милях от домика ее хозяина, то бедняжке воздастся по всем ее заслугам. Девушка так и сделала. Каждое утро она вставала за темно, шла к ручью, набирала из него воды и поливала старую сухую сливу. Все жители деревни потешались над ней, а хозяева заставляли ее работать все больше и больше, чтобы отбить отход, заниматься такой ерундой. Но каждый день, обливаясь слезами, Фулинь все равно ходила поливать погибшую сливу. И вот в одно прекрасное утро вдруг разошло чудо. Усталая Фулинь, пришедшая к дереву, с очередной порцией воды, не поверила своим глазам. Весь ствол сухой сливы сплошь был покрыт грибами рейши. Тогда невероятно цене этого гриба знали все, в том числе и бедная девушка. Она собрала все грибы и продала их на вырученную сумму. Она смогла купить себе домик и приеданная вскоре и удачно вышла замуж. А ценные грибы на старой сливе с тех пор так больше не росли, сколько бы ни старались поливать дерево другие жители деревни. То есть вот такая красивая легенда, которая говорит о том, что рейши даже с незапамятных времен очень-очень ценилась. И по сей день стоимость его достаточно велика, потому что велика его ценность данного гриба. Как я уже сказала, гриб невероятно капризный, и найти его в диком виде было очень сложно. В настоящий момент уже известно более 200 видов гонодерма и люсидом, и только 6 разновидностей имеют высокую питательную ценность. Так вот, вернусь к предыдущей фразе, что из-за того, что гриб очень капризный и в дикой природе его было найти очень сложно, а целебные свойства невероятно ценились, то сколько ни пытались люди его взрастить в искусственном виде, у них не получалось. Аж до 1970 года, когда из такой очень известной в своей сфере деятельности человек, как Юкио Ноя, один из техников пищевой и научно-исследовательской института Киотского университета, применил один метод, метод природного разделения спор и вращивания гонодермы. То есть, этот метод органического культивирования как таковой, метод успешно прошел свою пробацию и используется по сей день. То есть, постепенно этот метод вводился в практику, и с 1975 года гонодермы можно было уже искусственно выращивать и делать из него целебные растения. То есть, на картинке вы видите, что такое органическая культивация. То есть, здесь нет старых деревьев и пеньков, на которых обычно они растут в дикой природе. Здесь имеется что? Органический субстрат, который набивает специальные мешки, подвешивается. В данном месте создаются определенные условия, так как гриб прихотливый, он живет только при определенной температуре, влажности. Все эти параметры поддерживаются, засеиваются мицелием гонодермы. И потом уже получается то, что мы видим, это грибы уже готовые, которые потом снимают, сушат и делают из них экстракт. То есть, в принципе, вот такой путь и сейчас происходит для выращивания органического гонодермы. В течение последних десятилетий ученые Японии, Кореи, США, Канады и другие страны провели крупные исследования в составе. И затем и свойства рейши изучали сначала на животных, а в последнем на добровольцев. Казалось, что наш рейши, гонодерма – это целая фармацевтическая фабрика. В гонодерме содержится огромное количество полезных веществ, порядка 200, которые разделены, как вы видите на слайде, на определенную группу. Это водорастворимые, органические растворимые элементы и улетучивающиеся элементы. То есть, еще что характерно для данного гриба – это табличка, как вы видите, огромное количество полезных веществ. Сейчас я просто хотела бы остановиться поподробнее, чтобы вы удостоверились, что такое гонодерма и почему оно так славится. Рейши, содержанные более активные полисахариды, среди лекарственных растений. Они служат источником тритерпиноидов – это та же самая гонодермовая кислота, останавливающие аллергические реакции, понижающие уровень сахара в крови, повышающие сопротивляемость стрессу, потенцирующих действия, супероксид дисмутаза, ферменты, которые уменьшают действие активного кислорода и препятствуют накоплению свободных радикалов, которые встречаются у нас каждый день. И свободные радикалы с нами всегда. И это одно из тех растений, которые помогают нам бороться со свободными радикалами. Также в составе рейши были найдены знаменитые бета-глюканы, обладающие выраженным противоопухолевым и противовоспалительными свойствами. Полисахариды и эргостерина, оказывающие симулирующие действия на функцию иммунитета. Рейши содержат водорастворимые белки, протеины, также содержат эргостерины, все незаменимые и наиболее распространенные аминокислоты и ненасыщенные жирные кислоты. Достаточно богатый состав, могу сказать, что не каждый день мы можем их получить с пищей. Грибы рейши богаты витаминами, такие как В1, В5, С, Д и минералами. Начиная от серебра, заканчивая кальцием, железом, калием, натрием, магнием и цингом. Также кумаринами, улучшающими текучесть крови. А также содержат германиум. Что такое германиум? Это особый органический германий, который находится в гонодерме. Что он из себя представляет? Это элемент, который почти в полтора раза увеличивает возможность насыщения крови кислородом и улучшение пищеварения, предупреждает отмирание тканей. На основе исследования доктора Казухика Ашая германиум в гонодерме находится в соотношении 800 на 2000 миллионов частей. Это в 4-6 раз больше, чем в женьшене. То есть по своим свойствам гонодерма по своим параметрам превосходит даже известный нам женьшень. То есть что мы видим? Данных элементов огромное количество, обо всех о них не стоит говорить. Хочется остановиться на самых главных. То есть вот, например, возьмем аденозин. Они уменьшают уровень холестерина и сжигают жиры. Об этом я еще чуть позже скажу. Как это быстро происходит, могу сказать, что через 24 часа уровень холестерина начинает уже снижаться. Препятствует разрыву сосудов и образованию тромбов. Ну и так далее. То есть те свойства, которые мы не можем найти в каком-то одном веществе. То есть обычно для того, чтобы получить такие результаты, нам нужно принимать несколько добавок в комбинации и в правильном соотношении, чтобы они работали. Гонодерма содержит большое количество веществ, которые находятся в синергетической активности. То есть каждое вещество усиливает действие другого. И тем самым обладает таким вот комплексным, оздоравливающим и укрепляющим действием. Поверьте мне, не каждое растение содержит в себе такие полезные вещества. Также еще содержится гонодермальная эссенция, сохраняет нормальную функцию органов. В частности, поддерживает, как бы влияет на тургор кожи, делает ее красивой и эффективно при язвочках, то есть при нарушениях целостности кожи слизистой в целом. Кроме того, решили еще у нас, что, как, ну, хотят бы теперь остановиться поподробнее на каждом органе. То есть что пользуется прежде всего для сердечно-сосудистой системы? Балантирует давление, укрепляет сердце. Сейчас я просто озвучу, а потом уже более подробно остановлюсь на каждом из них. Думаю, что вам интересно будет иммунитет, предотвращает рак, потому что рейша стоит на первом месте из растений, которые как раз у нас предупреждают раковые заболевания. Также излечивает, уменьшает побочные действия после химиотерапии, балансирует сахар крови, обладает противоуспалительным действием. Также рейша обладает еще другими огромным количеством положительных эффектов. Это антиаллергический эффект, очищение токсинов, защищает печень, легкие антиоксиданты, помогает уменьшить холестерин и повышает энергию. А теперь поподробнее. Известно порядка 8 основных направлений, сейчас мы на них остановимся. Первое – это лечит аллергические и аутоиммунные заболевания. При исследовании химического состава рейша в Американском институте рака было сделано удивительное открытие. В рейше был найден полисахарид, который называется ланастан. Это вещество тормозит образование антител. То есть, кто страдает аллергией, они знают. Ланастан принимает антикистаминовые широко известные лекарственные препараты типа диазолина. Как раз за счет того, что тормозится образование гистамина, аллергическая реакция подавляется. Но, по сути дела, мы не решаем проблему. Мы только решаем последствия. Так вот, благодаря наличию вот этого ланастана, он не тормозит, а именно помогает влечивать состояние. Да, лечение аллергии при помощи рейши длительное. Это не один месяц и даже не полгода, а примерно один-два года. Но зато надежный и действенный, никаких побочных эффектов. Также используется для лечения аллергия гормональная, это когда уже более тяжелое статусное состояние, с большим количеством побочных явлений. Рейши же не имеет побочных явлений. Просто это более длительный период, но зато это будет точное решение проблемы, а не последствий. Такие заболевания, как хронический бронхит, хроническая астма, атопические дерматиты, другие аллергические заболевания успешно лечатся при помощи этого гриба. По данным клинических исследований клиники города Чехара, 60% пациентов с аллергическим заболеванием верхних дыхательных путей вылечиваются, даже если они до этого уже применяли гормональное лечение. То есть, в принципе, очень тяжело перевести человека, если он находился на гормональном лечении, на негормональное лечение, потому что организм уже привыкает к искусственным гормонам, получающим извне. И на самом деле очень трудно перейти. Нет такой быстрой перестройки. 60% пациентов – это достаточно большой показатель. Полисахаритолонастан успешно работает также при аутоиммунных заболеваниях. Если кто не знает, что такое аутоиммунные заболевания, это когда организм вырабатывает антитела. В принципе, антитела – это вещество, которое помогает нам бороться с чужеродными агентами. То есть, попал у нас в организм вирус, бактерии, вырабатываются антитела, и они пожирают эти чужеродные агенты, которые попали к нам в организм. А аутоиммунные заболевания – это когда собственные антитела начинают есть, в кавычках, собственное тело изнутри. Очень серьезное заболевание. Лечится в основном гормонально с тяжелыми последствиями. Так вот, этот грипп препятствует образование бляшек при рассеянном склерозе, подавляет ЛЕ-клетки при системной красной волчанке, замедляет процессы вымывания белка из-за амиотрофии, то есть при амиотрофии. Это очень серьезные заболевания, которые в настоящее время тяжело поддаются лечению. Но благодаря РЕЙШе уже клинически доказано о том, что это благодаря Ланастану данные проявления будут замедляться и, возможно, излечения. Второе – это гонодерм успешно лечит сердечно-сосудистые заболевания. Распространение сердечно-сосудистых заболеваний очень широкое, причем не нужно ограничиваться, что данное заболевание характерно только для пожилого возраста. Оно сейчас омолодело, и уже в 30 лет у нас есть инсульты, инфаркты, ишемические болезни сердца, и поэтому нужно задумываться о профилактике. Если у вас по наследству есть у родственников у кого-то сердечно-сосудистые заболевания, не нужно об этом думать, когда в 50 лет, в 40 лет. Нужно уже задумываться о профилактике, начиная лет, я бы с 25 лет уже начала целенаправленно профилактировать данное состояние, предупреждать. Потому что возможные заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями, если есть у папы, мамы, бабушек, дедушек эти заболевания, или кто-то из родственников умер от инфаркта или инсульта, очень велика. Так вот, результаты исследований в Всесоюзном кардиологическом центре были очень существенны. Спустя 5 часов после приема препаратов из Рейши уровень холестерина снизился. Покажите мне такой препарат, который снижает холестерин уже через 5 часов. Да нет такого препарата. Если вы будете принимать химические препараты, должно минимум недели-две пройти. Рейши уже через 5 часов снижает холестерин. Кроме того, стойка понижения давления произошла уже через 14 дней. Стойка понижения артериального давления. Это тоже очень серьезный фактор. Такое воздействие было подтверждено клинически. То есть это не просто слова, а есть реальные клинические доказательства данного состояния. Поэтому применение этих продуктов Рейши прямо показано в восстановительном периоде после инфаркта и инсульта. Также было опубликовано, что соответствующие компоненты из экстракта Рейши могут стабилизировать уровень артериального давления до нормального, контролируя при этом как повышенное, так и пониженное артериальное давление. Честно признаю, что очень трудно отрегулировать, например, нижнее давление. Оно в основном сосудистое. Если верхнее зависит от состояния сердца, то нижнее от сосудов. Очень тяжело это отрегулировать, чтобы было, если сбой идет по нижнему давлению, химическими препаратами это корригируется. Но достаточно тяжело. Нужно найти хорошего кардиолога, который подберет правильные средства. Рейши помогает с этим справиться. И вот еще одна такая диаграмма. Хотела бы вам ее показать, как вы видите на рисунке. Две диаграммы. Это у нас... Что это такое? Это просто опыт, который был, правда, произведен на группе мышей. Но все равно. Организм есть организм. Сердечно-сосудистая система есть и у них. Что было сделано? Было взято три группы мышей. А, Б и С. А – это посередине, Б – справа и С – слева. Группа А содержалась на жировой диете. Мыши кормили жирами, обильненько причем. Группа Б также плюс небольшая порция рейши. И группа С – абсолютно правильно щадящая диета. Что же у нас обнаружилось? Через 20 дней у мышек были взяты анализы крови. И показалось, что группа Б и С, то есть группа Б, которая у нас сидела на жировой диете, плюс рейши, имела такие же показатели, даже немного лучше, что и мышки, которые сидели на щадящей диете. Рейши, несмотря даже на комбинацию с жиром, снизил угрожающие показатели. То есть даже при таких вот экстремальных сочетаниях рейши дает о себе знать. Не зря в нем содержится такое большое количество полезных веществ и ценится уже с незапамятных времен. Третье – это лечение любых легочных заболеваний. Разумеется, лечение при помощи этого гриба – процесс длительный. Да, не стоит об этом забывать. Но действительно, процесс будет действенный и не вызовет никаких побочных явлений. В одном из исследований 2000 китайцев с хроническим бронхитом в течение двух недель принимали сироп из гриба. От 60 до 90% из них отметили выраженное улучшение самочувствия. Более половины, почти 100%, скажем так, выздоровление. Это очень хорошие показатели. Четвертое – рейши лечит эпилепсию. Это его редкое свойство было отвечено еще в 17 веке, когда именно этим грибом была вылечена подучия, так называлась эпилепсия, у наследника Микада. Пятое – это общетонизирующий и иммуномодулирующий эффект, который связан с полисахаридом, что на стимуляции иммунитета и потом организм все равно любит баланс, когда-то происходит срыв. Идет правильный, равномерный иммуномодулирующий эффект, то есть иммунитет у нас повышается. Также выявлена лечебная активность применения экстракта гриба по отношению к мрафологическим изменениям мозга, печени, легких, миокарда, в облучении в дозе 0,5 Грей при отравлении с вицом. То есть даже при каких-то действиях радиации, обычно 0,5 Грей, который действует именно на иммунитет, изменения происходят во внутренних органах. При применении данного гриба, не дай бог, будет такое состояние, выраженных явлений во внутренних органах, в морфологических выраженных изменениях, то есть действия на клетку не произойдет. То есть благодаря вот именно мощному составу. Следующее, это у нас шестое, это самое главное свойство, это сильное противоопухолевое действие, за счет чего и славится данный грипп. При приеме препарата идет регресс любых опухолей, и доброкачественных, как доброкачественных, так и злокачественных. В этом случае рейша назначается одним из компонентов курса и лечение так называемого грибной тройчаткой. Главная иммунно-фармакологическая характеристика препарата появляется в его постоянной Т-клеточной зависимой иммуномодуляции. То есть гонодерма действует как на индукционную фазу образования текиллеров, ускоряет дифференцировку предшественников текиллеров, зрелые цитостатические Т-лимфоциты. Тоже не буду вдаваться в подробности, могу сказать, что данный грипп имеет мощную направленность на противоопухолевое действие, как доброкачественных, так и злокачественных, как профилактика, так и уже имеющиеся раковые заболевания. Не скажу, что и произойдет сразу сильное влечение противоопухоли. Благодаря действию компонентов происходит остановление опухолевого роста. Опухоль дальше не разрастается, и это при определенных состояниях может спасти человеку жизнь. И седьмое, это почти мистическое свойство этого гриба, является его способность увеличивать силу духу, повышать позитивный эмоциональный настрой. Согласитесь, в современном ритме, особенно в городской жителе, очень трудно найти какую-то эмоциональную поддержку, именно позитивную волну. Благодаря своим компонентам, рейши действуют на организм, вырабатываются вещества, которые повышают эмоциональный настрой, и настроение всегда позитивное. Восьмое, это гипогликемическое действие при сахарном диабете, соединениями снижающего уровня сахара в крови являются полисахариды, о которых я уже говорила, и белковые соединения. Далее было установлено, что соответствующий полисахаридный экстракт из рейши в щелочном растворе также обладает гипогликемическим действием. В наш суетливый век люди постоянно испытывают стрессы, особенно горожане. И грибы рейши регулируют психику и оказывают успокаивающие действия, об этом я уже говорила, в частности, на центральную нервную систему, не вызывая при этом сонливости. То есть здесь о чем речь идет? Обычно, когда, если применяются какие-то химические вещества, успокоительные, то действие идет как раз на центральную нервную систему, как бы идет такая, своего рода блокировка центральной нервной системы, чтобы она не так сильно реагировала на окружающие действия, и хочется спать. У рейши такого действия не обладает, то есть идет успокаивающие действия, но при этом ты можешь себя нормально чувствовать. Также рейши стимулируют образование эндорфина. Эндорфины что такое? Это гормоны радости. Вот за счет этого на выработке эндорфинов кажется, что все замечательно, все просто чудесно. Это ценные свойства священных грибов с древних времен использовалось буддистскими монахами для достижения состояния психического рановесия и сближения с природой. Действительно, если посмотришь на монахов, они всегда веселые, улыбчивые, и кажется, откуда у них что берется. То есть при их образе жизни все равно у них все замечательно. Результатом гармонизирующей действия рейши на организм является как улучшение течения сна, так и нормальная активность во время бодрствования, сглаживания стрессовых реакций. То есть мы уже не так реагируем на те стрессы, которые повседневно нас сопровождают, что очень замечательно. Как же действует гонодерма, сам гриб? Первый этап, существует несколько этапов. Первый этап – это сканирование от 1 до 30 дней. Гонодерма помогает нам выявить скрытые болезни и токсины в теле. То есть мы в обычном состоянии можем даже не знать, что у нас это есть. Гонодерма помогает их выявлять, как бы сканирует и регулирует функции организма. Как раз в этом периоде могут происходить небольшие изменения, возможно, не очень приятные, но об этом не нужно беспокоиться, просто нужно об этом знать, что это может быть. Если это проявляется, то продукт работает. То есть если бы этого не произошло, то потом бы это вылилось в хроническое заболевание или в какое-то уже более крупное заболевание, даже раковое. То есть первый этап – это сканирование, выявление болевых точек. Следующий этап – это уже идет от боли длительной, он идет от 1 до 30 недели. Удаление токсинов. Препарат удаляет огромное количество токсинов, которые у нас содержатся повседневно. Это мочевая кислота, молочная кислота, излишки жира, мертвая ткань, токсинов, накопившиеся в теле, плюс еще какие-то дополнительные токсины. Они у нас скопятся, мы о них не знаем. И поэтому, когда происходит данный этап, эти токсины выделяются через мочу, стул, почки, печень. Что может быть в этот период? Возможно, уже кто-то проходил этот период, возможно, нет, но об этом нужно знать. В этот период могут быть небольшие головные боли, сонливость. С чем это связано? Те токсины, которые начали выходить, то есть грипп на них подействовал, токсины начали отделяться. И вот пока они идут по кровеносному сосуду, до почек, до печени, до места обезвреживания, они действуют как бы токсически, вызывают головные боли, вызывают сонливость. И может быть у людей как-то небольшая такая отрицательная реакция. Но не нужно забывать, что это хорошо. Если этого не произошло бы, то были бы более тяжелые болезни. Также могут быть сыпи, могут быть диспептические явления небольшие. Поэтому нужно прожить этот период. У каждого идет по-разному, максимум до 30 недель. Согласитесь, это долго, но это не идет не каждый день. То есть это может происходить постепенно, через день, через раз. Но это может быть, об этом нужно знать. Следующий период, когда у нас произошло удаление токсинов, от 1 до 12 месяцев идет восстановительный процесс. Я уже говорила о том, что рейши не действуют моментально. Он действует моментально на какие-то состояния эмоциональные, физические. Мы чувствуем бодрость, силу. Но чтобы отрегулировать действие органов, внутренних органов, на это нужно время, 1 месяц, видите ли, 1 до года, даже может больше. То есть в этот период также могут наблюдаться такие же явления. Со временем они будут укорачиваться, они будут не такие выраженные. Но то, что это происходит, организм оздоравливается, улучшается. Это нужно пережить. Организм сам себя лечит. И потом уже, когда произошло регулирование, 6-24 месяца, то есть у всех по-разному идет выздоровление. Гонодерма продолжает забавляться от поврежденной ткани и уже дальше восстанавливает, укрепляет иммунитет, обеспечивает клетки организма необходимыми микроэлементами, витаминами, для еще более лучшего выздоровления. То есть порядка от 1 месяца до года нужно, каждый будет переживать эти периоды. Это будет происходить по-разному. То, что это будет происходить, нужно об этом знать. Нужно говорить об этом людям, чтобы они этого не пугались. Потому что если бы этого не произошло, не удалились эти токсины, они бы дальше продолжали накапливаться и потом вылились в какую-то болезнь. Пускай это было хроническое заболевание, да, но возможно было бы это рак. Лучше уж пару дней помучаться, но зато не заболеть таким вот серьезным заболеванием. То есть я думаю, что это понятно. И последнее происходит это омоложение, которое длится 1-3 года. То есть гонодерма уже очистила все клеточки организма от токсина, все вывелось, все холестериновые бляшечки, все у нас восстановилось, сосудики, слизистая вся восстановилась. То есть идет омоложение и возвращение к оптимальному уровню молодости. Как еще можно проявить, например, такая существует формула сердечно-сосудистые заболевания. Если есть какая-то проблема, например, человек болеет 5 лет гипертонией, в течение 5 месяцев будет происходить восстановительный период. Например, если болеет 10 лет, 10 месяцев восстановительный период, соответственно, остальные этапы будут отодвигаться. И потом, сколько лет человеку, например, 20 лет, еще 20 месяцев будет происходить как раз вот этот омолаживающий период. То есть это достаточно долгий период от 1 до 3 лет. Но это имеет место быть, об этом нужно знать и говорить людям. Тем более компания дала нам возможность использовать те возможности рейши в той форме, которая сейчас есть. В настоящее время… Ирина Бег subscribers В настоящее время Продолжение следует...